Ремонт длиною в жизни. Представители родительской общественности со слезами на глазах рассказывают о положении дел, получившей в народе статус многострадальной школы номер 10 в Димитровграде. Учебное учреждение закрыли на ремонт еще в 2016 году из-за аварийного состояния здания. Однако школа, в которой учатся 350 детей, половина из которых ребята с ОФЗ, до сих пор не функционируют. Все они сейчас ходят на занятия в другие школы, хотя финансирование из регионального бюджета осуществляется непрерывно. К слову, на ремонт учреждения только в прошлом году выделили 24 миллиона рублей. И в школе сейчас непонятная ситуация. Ремонт, я так думаю, что к 1 сентября 2019 года не будет закончен в полном объеме, потому что постоянно сроки сдвигаются, ремонт выполняется некачественно. За ходом ремонтных работ и приемкой чуть ли не в ежедневном режиме как раз и следит неравнодушная родительская общественность. С их слов, местные власти подрядчики словно не видят всех дефектов, а их в работе пруд-пруде. Или попросту закрывают глаза, не идут на контакт, не отвечают на вопросы и не приходят на встречи рабочей группы. А в декабре прошлого года вообще вернули обратно 2 миллиона рублей из этих денег в региональную казну, якобы как не использованные по назначению. При этом нам кричат, что денег нету. Что сделали? Окна сделали. Да, вопросов по окнам у нас как бы не возникло. По отоплению у нас возникает вопрос. 2 миллиона отправляют в область, а отопление в школе на конец 2018 года не доделано. Радиаторы стоят не везде. Также возникает вопрос, качественно сделано отопление или нет, потому что в школе прохладно. До сих пор также не сделан пол, а особая боль для родителей это кровля. С крыши свисают метровые сосульки. И это после полного ремонта. Даже будучи в аварийном состоянии, по словам родителей, такого никогда не было. Я не знаю, кто виноват. Я думаю, что заказчик ремонта в первую очередь должен нести ответственность за требования предъявлять к подрядчику. Чтобы разобраться в ситуации, родительский комитет школы приехал на очередное заседание законодательного собрания Ульяновской области. Председатель областного парламента Валерий Малышев просил подключиться к ситуации председателя профильного комитета ЗСО Сергея Шерстнева. В году заложено дополнительно 8 миллионов. Еще будут средства. Вы разберитесь, что там за ситуация, потому что идут обращения туда. Чтобы полностью завершить ремонт школе, необходимо 50 миллионов рублей. Эти деньги в региональном бюджете предусмотрены. Но стоит ли продолжать обеспечивать непрерывное финансирование, если местная власть чинит откровенный беспредел и не в силах должным образом обеспечить качественный ремонт? Вопрос пока остается открытым. Ринат Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.